всем привет с вами роман с нами на столке и сегодня мы запускаем шоу не последний настольщик в этом шоу мы собрали не похожих друг на друга участников но объединяет их одно никто из них не готов уступать победу каждый из участников предложил по две игры и ограничение было только одно эти игры должны быть соревновательные а главное у них должен быть явный победитель ну а самую первую игру которая будет разыграна сегодня выбрал для них я сегодня в выпуске вы познакомитесь с участниками этого шоу посмотрите первую партию в the king is dead а у победителя будет преимущество так как он в следующем выпуске вытянет две карточки с названиями настольных игр и выберет из них одну как раз таки ту в которую все будут играть и уже со следующего выпуска мы начнем прощаться с самым слабым игроком в финале останутся только самые сильные или самые удачливые а теперь приступим к знакомству стас 27 лет поддерживает нас на бусти и работает в сфере айти пытаюсь зарабатывать миллионы в наносекунду потому что картона много не бывает стас очень вдумчивый игрок и старается всегда быть на шаг впереди оппонентов девиз стаса получаю удовольствие победа не главное какие игры предложил стас я выбрал игры этот безумный мир на компанию какие времена такая игра она двоих я выбрал у watergate так как интересная политическая игра с которой каждый из игроков сможет себя проявить мой главный соперник это илья моя задача выбить его первым чтобы со мной записали больше видео на канале чем с ним крис 30 лет ведущая видеоблога настольных играх свободное время обучает продажам неважно как она начинает партию ведь через пару ходов она отлично читает оппонента девиз крис никогда не сдавайся позорься до конца я предложила последний день атлантиды потому что я считаю эту игру максимально конфликтный и мне хочется посмотреть на участников когда у них подгорает для двоих я предложила игру рифтфорс потому что считаю ее интересный сильной и стратежной дуэлью победительнейший главным соперником я считаю стаса потому что он думает над каждым своим ходом и взвешивает каждое свое решение илья 31 год на протяжении 7 лет играл в колонизаторов и не подозревал о существовании других настольных игр гений филотроп миллиардер это все не про меня я настольщик если можно выбрать агрессивную стратегию он обязательно выберет именно ее девиз или ты говоришь я лучший так и есть со мной не видать тебе удачи навеки мое дело выиграть всех для лучшего не может быть иначе я выбрал 7 чудес и на двоих выбрал рез аркана 7 чудес мне больше всего нравится именно своей разнообразностью по разным пути прихода к победе и наверное одна из наименее конфликтных игр как в которые я играл рез аркана мне понравилось именно тем то что поиграв нее несколько раз она раскрывается с каждым разом все сильнее и все больше новых стратегии по которым можно выиграть ну и в принципе я не всегда выиграю поэтому я ее выбрал кто же его главный оппонент воспоминания девиз ну наверное все таки крис считаю что она про поиграла в настольные игры больше всех нас вместе взятых поэтому я думаю то что она является главным конкурентом в текущей битве адель 30 лет поддерживает нас на бусти и работает в сфере айти однажды на полках с играми я нашла картонный мир погрузилась в него и возвращаться не собираюсь адель любит бросать себе вызов выбирая не самые простые игры и она не из тех кто хочет прийти к победе легким путем девиз адель мой девиз хорошая дистанция внезапная победа я выбрала войны ктулху потому что на начальных этапах можно положиться на удачу я думаю она будет на моей стороне а для дуэль я выбрала mind management потому что когда останутся только двое все должны решать игры разума кого адель видит своим главным соперником я не вижу здесь соперник ну и перед тем как мы перейдем к партии следует рассказать правила игры the king is dead правила игры довольно понятны и сейчас я расскажу что игроки будут делать во время партии каждый из игроков на старте получает два случайных кубика они абсолютно случайным образом достаются из мешочка а также каждый игрок получает комплект из 8 карт с одинаковым набором действий вокруг поля у нас выкладывается 8 карт территории за которые и будут бороться четыре фракции в игре эти фракции не относятся к участникам и являются отдельные силы на которую будет влиять игроки каждый игрок будет либо пасовать либо разыгрывать карту и выполнять действия с этой карты если конечно он может это сделать после чего возьмет один любой кубик с любой территории к себе в запас как только все игроки по кругу скажут пас и раунд заканчивается и определяется влияние на территории указанной на карте перед тем как озвучить действиям я расскажу как игра закончится и кто в ней победит игра закончится после определения влияния на восьмой раунд или как только выйдет третий черный диск французов если игра заканчивается а на столе нет 3 черного диска побеждает тот кто успел набрать кубиков главенствующей фракции если сохраняется равенство сравнивается следующий цвет по старшинству и так далее если равенство сохраняется до конца победит тот кто первый разыграл карту в финальном раунде в другой ситуации когда на поле выходит 3 черный диск победу одержит тот кто набрал больше всего комбинаций из трех цветов если такие комбинации сохраняются побеждает тот кто последним разыграл карту ну а теперь я расскажу про то какие действия есть в игре первый тип действий это вот такие карты и это карта означает что следует поместить два кубика определенного цвета рядом с лояльной этой фракции территории стартово у каждого цвета есть домашняя территория и вы можете размещать эти кубики только рядом с этой территорией но в какой-то момент появятся определенные диски нужного цвета на разных территориях и тогда вы сможете выкладывать кубики рядом с территориями с такими дисками следующий вариант взять из запаса 3 кубика разного цвета и разместить их на трех разных территориях эти территории не обязательно могут быть соседними а следующая карта позволяет поменять два кубика местами в абсолютно разных регионах следующий тип карт это вы можете поменять один кубик на два любых других в двух смежных территориях и последнее вы можете поменять местами две карты территорий и заблокировать одну из них белой фишкой дипломатии чтобы конкретную территорию не мог подвинуть кто-то другой ну что игроки уже за столом и я предлагаю перейти к ним кубик пожалуйста ну давайте я начну спасибо у меня есть шанс я оставила вам возможность ну бесконечно все-таки больше так давайте попробуем 1 2 3 13 я был ближе при всем уважении так до меня с ланкастера да меня все устраивает я говорю пас неожиданно конечно потому что я тоже говорю пас пас спасибо пас окей вот мы и определили первую локацию путишь до переверните пожалуйста так и адель сказала последний пас ты начинаешь где он меня устраивает пас аналогично пас 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 и кто последний сказал стас пас итак ребята начинают играть довольно осторожно никто не спешит разыгрывать карты присматриваются к оппонентам или вероятно просто копят карты пас да играйте так и и заберем пожалуй вот так я пока пас 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 а ну да я была последний окей следующая локация и я начинаю сыграю вот эту карту французы вошли в чат так я сыграю вот эту карту побавим две желтеньких вот сюда и заберем пожалуй вот эту давайте поменяем локации уберем натурную поставим сюда какая будет зафиксирована зафиксируем и заберу в данной игре изначально требуется сохранить баланс чтобы не начать разыгрывать карты слишком рано если вас устраивает ситуация и также не начать разыгрывать слишком поздно и я заберу готова так вот сюда вот это вот сюда и вот это вот сюда заберу я вот отсюда вот эту пробуем поменять местами два кубика и заберем пас я тоже пас 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 четвертый раунд прошла половина партии и у нас появились первые французы интересно кто же из игроков попытается сделать на них ставку пока сходишь превалирует в говиняде и я заберу так пока красная территория она же красная правильно и я не согласен и я не согласен в столице как-никак я пас пас ну честно у меня слишком много карт пас тоже пас у меня францулы идут дальше последний пас одель сказал столица шотландии конечно я последний сказал ладно события логируются минуточку тогда я сделаю вот так е6b8 е6b8 и возьму вот так французы побеждают как только их стало три на карте и кто последний разыграл при равенстве на данный момент уже становится понятно что через французов решила играть криво либо у нее есть какой-то козырь в рукаве не зря ты про французов спрашиваю ой не зря чувствую просто надо разыгрывать карту иначе от нее не будет смысла поэтому все что я могу сделать вот так и нельзя двигать тут уже по-любому пусть будет столицу не знаю чего так и возьмем-ка мы я вкидываю красный сюда синий сюда сюда желтый и отсюда забираю синий вот так этот и забираю провокация мне кажется у нас за столом француз я мопель и лия мопель 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 выложишь три кубика я просто сделаю вот так так как я никуда не могу выложить спасибо окей тут печок устроила хорошо да ничего хорошего давайте мы сделаем один желтый кубик который у нас остался и вот отсюда заберем желтенький к себе вот так и соответственно я возьму вот отсюда два желтых сюда положу перемещу отсюда и красненький заберу пас так пас пас через вот так поменять я не могу заберу отсюда желтенький пас я тоже пас пас огонь здесь у нас завладели желтые я пас может мы варлик перевернем можно что скажешь спас пас пас синие забирают эту локацию я была последней я скажу что я скажу что же мне сказать я сделала вот так я не могу ничего поменять местами и вести к победе я буду красных тебя же не так много да я уверена что вы проведете желтых я пас это такое облегчение ты тоже видишь к победе красных отлично я спрятеляюсь а ты французов что забираешь я из гроза тебе я пас что у вас там за карты остались? как дела? что делаете? как дела? мне нормально куда вы взяли топ-карты? порадуемся меня пока все устраивает продолжаем напряженный момент так если я скажу пас порассуждаем чуть-чуть то ты будешь должен сыграть карту да и что-то ты сделаешь вероятно ничего просто заберешь в кубик и будут желтые если они победят вдруг то выиграет тот кто первый избавился от карт например крис приравность но тебя это устроит в целом полностью я пока пасую окей что делать вот так и заберешь вау вот теперь выбери за кого ты болеешь? ну давайте вот так огонь победили французы и ты последняя разыграла карту обыграла и переиграла у полных наборов у нас у всех идентична и последний разыграла карта модель это победа нет это было очень круто потненько было напряжённенько но я осознанно отдала бразды правления окружающим я неосознанно отдал бразды правления окружающим и боролся до последнего но что-то пошло не так и меня конечно дожали в конце это была самая молчаливая партия с двумя последними самыми напряжёнными ходами но это вышло интересно и непредсказуемо огонь одель поздравляем да ура ура одель мы увидим в следующем видео она точно останется в следующем видео и у нас в финал партии хочу тебя спросить какие у тебя впечатления почему ты не победила и в принципе кто твой главный оппонент можешь по очереди отвечать во-первых ход партии был неожиданным в том смысле что от одель не ожидала того что она всё-таки будет топить за французов и возможно эта идея разыграть именно так у неё возникло прямо в моменте когда она поняла что только у неё на руке осталась карта то есть возможно это было её стратегией при этом мне финал очень понравился особенно последние два хода они были максимально напряжными и мне было очень интересно наблюдать за тем как ребята себя проявляли в этот момент то есть если у нас всё начало партии было очень молчаливое то здесь в этот момент все так сосредоточились и начали уже делиться наблюдениями и впечатлениями что по конкурентам наверное моё мнение пока не изменилось но я начинаю смотреть в сторону Адель окей прости Илья и так мы уже в конце партии мы и знаем финал скажи какой был переломный момент и вообще какие у тебя впечатления ощущения после партии партия прошла захватывающе был крайне интересный последний ход который и стал решающим когда игроки пытались сохранить по последней карте сделав последнее действие и решив исход ну что вот сейчас ты знаешь кто победитель вот хочу спросить тебя кого ты сейчас считаешь своим главным оппонентом мнение не изменилось мой главный оппонент это Илья хорошо ты его сейчас хочешь выбить в следующей игре всё верно главное не вылететь самому при этом конец партии ожидал ли ты такого исхода и в принципе поделись впечатлениями эмоциями исхода конечно я такого не ожидал думал что все таки будет небольшая ошибка у АД Адель и я смогу дожать ее в конце соответственно на благоприятный для меня исход но Адель взяла паузу не поддалась эмоциям и все таки обыграла меня в конце ну что ж посмотрим что будет дальше в начале ты говорил что твой главный конкурент Крис сейчас это не поменялось да наверное сейчас фокус сместился в сторону именно Адель потому что Крис в этой партии показал себя максимально лояльно ну и и я думаю что сейчас будем смотреть в сторону второй девочки какой девочка да вы не окей ну что а мнение Адель вы увидите уже в следующем видео и с ее мнение именно начнется самое главное ну что вот и на сегодня определен лидер ожидали вы такого исхода я лично да Адель в следующем выпуске поделится своими впечатлениями в принципе от победы а также определит в какой игре произойдет схватка на вылет ну и в конце следующего выпуска мы уже попрощаемся с одним из участников голосуйте любым удобным для вас способом в сообществе на youtube либо в telegram канале за того кто является вашим фаворитом на это шоу а также поддерживайте участников в комментариях чтобы у каждого был шанс и будет очень приятно если вы поделитесь со своими друзьями настольщиками этим видео ну а если вы хотите стать участником одного из следующих сезонов либо просто хотите поддержать канал переходите по закрепленной ссылке в комментариях на бусти там есть все подробности ну а я хочу задать личный вопрос как вам первая игра которую выбрал именно я интересно ли было за ней наблюдать и какие игры вы ожидаете в следующих выпусках ну а встретимся мы с не последними настольщиками в следующий четверг как и всегда в 19.00 на этом канале а я напоминаю с вами был Роман с нами были настолки и пока я надеюсь вы поддержите это видео не только лайком но и добрым словом мы вложили огромные усилия для того чтобы полностью закрепить идею все организовать и в принципе провести шоу в том формате в котором оно будет выходить ну и отдельно хочу сказать спасибо всем тем кто поддерживает нас на бусти вы помогаете нам развиваться в том числе и создавать вот такие интересные идеи еще раз пока пока не забывайте не забывайте что не забывайте